а а при этом ролика хочу поставить группу проекта оригинал роли play original роли play сервера разработки в принципе можете пока посмотреть скрины скоро будет как бы бета-тест поэтому кого заинтересовало ссылочку я оставлю в описании перейти по ссылке смотрите приятного всем просмотра всем привет с вами кирилл и вы на канале кирилл гейму сегодня мы играем в малочку носили родина роли play мне кирилл пуд булови и сегодня как вы поняли позвоню ролика я вам покажу самую лучшую машину на сервере по моему мнению в принципе и расскажу почему это самая лучшая машина покажу расскажу и так далее поэтому с вас забрала лайкосик в принципе и мы погнали и так вот это самая лучшая машина сервер по моему мнению в принципе я думал многие может со мной согласятся в принципе но для меня это самый лучший машин на сервере и по пути вам расскажу почему эту я машину жеку купил больше чем месяц назад это моя самая первая машина на данном сервере в принципе я ее не собираюсь продавать знаете как память так сказать да и машина просто охренительные пацаны сейчас я расскажу почему давайте я думаю лучше сядем уже поедем и по пути буду рассказывать почему это самая лучшая машина на сервере кстати для тех кто не знает я себе купил кресло геймерское ну геймерское кресло короче купил для компьютера так сказать чтобы играть поэтому кто подписан на мою группу вк то тот уже видел и знает поэтому ссылка на группу в описании просто заходите чекните и напишите как вам в принципе и так это камри 2000 по моему 16 года ли 17 я точно не помню на самом деле по моему 17 года это камри но я могу ошибаться либо 16 либо 17 года я точно не помню потому что я не фанат вообще камри на самом деле но блин эта тачка реально космос стоит этот это прелесть 1 миллион сто тысяч но если брать принципе с непосредственно автосалона я ее за только и покупал салона за 1 миллион сто тысяч также можно купить с рук но с рук она будет стоить не знаю смотря зависит от того будто на тюняча или нет у меня машина полностью противного она смотрите сейчас вам покажу комплектация автомобиля вот у меня просто full тюнинг full тюнинг у меня и он обошелся мне это в лям с половиной один миллион пятьсот тысяч короче и того машина стоит один миллион сто тысяч плюс один миллион с половиной тысяч но если мы берем ту сумму я потратил на эту тачку то мы получаем в принципе 2 миллиона шестьсот тысяч ну чуваки эти два миллиона шестьсот тысяч пацаны ну я считаю эта тачка стоит потому что реально тачка бомбезная смотрите внешний вид ну я думаю на довольно таки солидно выглядит как бы эта тачка ну блин косяков нету реально моделька очень качественная очень красивая и проработанная фары тоже хорошо работают давайте включим стробоскоп и даже в принципе какие у нас не заработали почему-то вот такое происходит ну ладно но реально моделька очень даже хорошая в принципе и блин на ней можно вот я сейчас комфортном режиме еду видите ну вообще спокойно ее не заносит и все нормально и также этот стабилизация включена в принципе ну резкое торможение только что-то не работает ну да ладно реально блин я на этой тачке гонял два дня ну тупо ездил дрифтил по три часа где-то в день реально блин охрененная машина вот это камни сейчас давать поделим поближе вот видите 1 миллион сто тысяч на 100 здесь и на вата слоу не новая с любым пробегом там и так далее я тоже салоны убрал меня пробег уже сто восемьдесят четыре километра реально тачка очень крутая прям очень видите мы спокойно можем ездить теперь мы нажимаем режим спорт выключаем стабилизацию и начинается полная жесть пацаны полная жесть я говорю на тем что начинает просто валить боком просто она начинает жестко валить боком я на ней такое просто творил отвечаю вот эти два дня когда она не ездил вчера и позавчера это часов 8 заходил и там до 10 до 11 ездил не блять я такой просто творил понятно что на видосе бред я такого никогда не сделаю ну потому что блин ну всегда такая херня когда вы были просто играете вас там про получается хуена только хочешь снять все полная хуйня получается просто блин ну реально ведь она боком вообще спокойно варит и максималка у него сейчас я по моему 200 19 км максималка это довольно таки неплохая максималка у нее просто ну бешеное ускорение просто лютое ускорение с места сейчас вам даже продемонстрирую это сейчас на светофор подъедем было бы с кем еще потягаться так вот давайте сейчас дождемся там красный светофор я покажу как она с места на заднеприводная в принципе жалко что один только выхлоп работает но так реально . просто очень крутая блин у меня смотрите у меня есть la ferrari у меня есть бы мои 560 у меня есть гелик но блин тех эмоций как 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 дает эта тачка вот это камри мне все эти машины не приносят серьезно блин как бы я купил себе эту камри моя первая тачка потом себе купил после нее для не помню самом деле еще потом купил куда тачка взял не помню какую по моему бмв м5 и 60 взял или что-то другое по моему да я бы взял ну серьезно блин столько эмоций сколько приносит эта машина мне ни одна тачка не приносит сейчас местом покажу разгон сейчас без нитро сначала в принципе давайте дождемся и вот ускорение сейчас будет просто в дикая реально очень она быстро ускоряется ну серьезно она может составить конкуренцию многим машинам я считаю так давайте развернемся так и давайте теперь сейчас попробуем с нитро это сделать так случайно красным проехал изменяюсь сейчас будет зеленый я просто нарушать не хочу дождемся зеленый сейчас вам покажу ускорение с нитро ну серьезно блин тачка реально бомба просто за свои бабки и чуваки лучше вы тачку найдете вот давайте с нитро просто с нитро это просто жесть реально видите какое ускорение просто бешеное ну просто реально бешеное ускорение да я уже успел ее разбить почему бы нет серьезно блин да на ней дрифтить на самом деле на ней трудно вы когда одну купить ее как бы вы сразу не сможете дрифтить то что я сам вот дрифт чуна не так сказать и это довольно таки нелегко более с этим чипом так сказать ускорением это довольно таки нелегко стойки тоже тачка довольно таки хороша но прям идеал я считаю это фулл тюнинг пацаны если у вас есть камри просто делайте фулл тюнинг не пожалеете я уже не однако дарил других видосов что эта тачка топовая принципе и я до сих пор этого мнения придерживаюсь потому что ну на свои бабки просто тачка идеально мне только что так подвисло я аж охуел я думал ком завис но видимо нет простой как больше бачком просто баче ком идет просто бачком просто ну вот я могу даже ночи руки дергать ну простоин ручки дергаю я могу даже лучше не дергать серьезно реально тачка очень круто дрифтит серьезные за может какая-то тачка лучше дир ontеты там какая то легия такая замена на nissan skyline но это тачка реально блин не приводно и валит бачков sound знатно. Реально знатно. Может, там подписчики какие-то со мной катались, они, ебать, поймут. Потому что я там такую дичь творю просто, но... Вот с нитро вообще на лёгкую просто. Можно вообще попытаться круг сделать полный. Полный круг сделать, попробовать. Смотрите, просто, ну... Спокойно надрифтит. Вообще просто на изи. Просто реально на изи. На ней наваривать просто одно удовольствие. Реально. Я просто все повороты боком прохожу. Ну, серьёзно, блин. Это реально топовая тачка. Реально топовая машина. Я считаю, она самая лучшая на сервере. Во-первых, она, ну, стоит, так сказать, средний. Ну, как бы, она и так средний класс, она стоит не очень дорого. Ну, по меркам игры, я считаю, по меркам экономики на сервере 1 миллион 100 тысяч. Это не уж большая такая сумма. Там, допустим, как же это, а-ля Феррари за 8 миллионов. Понимаете? Там, вы купили её за 1.1, влаживаете ещё в тюнинг 1.5 и просто у вас тачка валит. Реально. Серьёзно, я даже подумываю иногда продать себе свои тачки, потому что, блин, Камри, я только на ней езжу, потому что, блин, на ней ты такое удовольствие получаешь именно от того, что ты даёшь боком, ускоряешься и так далее. Никакая тачка, блин, из моих, какие у меня есть, там, для Феррари, Гелик и БМВ 560 не приносит таких эмоций. Серьёзно, блин. А на этой можно так бачком валить просто, это жесть. Серьёзно, можно реально такой угол раздавать. Просто дикий. Да. Ну, как всегда, на видосе у меня не получается. Это, как всегда. Без этого никак. Так, почти врезались. Сейчас какая-то поводочная яркая, и тачка, блин, прям такого очень яркого цвета аж переливается. Не знаю, как на видосе это будет видно, но ещё машина не розовая. Это хамелеон цвет вообще. хамелеон цвет, он не розовый, это фиолетовый, ярко-фиолетовый такой хамелеон. Поэтому на видосе он, наверное, будет казаться розовым. Но для меня он такой фиолетовый. Видите, он переливается очень сильно. Не знаю, на видосе наверное, не будет видно, но ладно. В принципе. Ух ты, блин, ну серьёзно. Виталий Перм. Вот даже Скайлайн, смотрите. Давайте накажем Скайлайн просто. Просто смотрите, как мы боком идём. Скайлайн просто сосёт, да. Да, ну нужно только внимательнее быть на дороге. Поворачивай, поворачивай, чувак. Ну ладно, не хочешь, как хочешь. Ну серьёзно, блин, тачка реально просто оху е на я. Себ-босс она просто топ. Не знаю, я не видел тачку здесь, не ездил, чтоб так бочком завалило хорошо просто. Смотрите. Ну, я даже ручника толком не даю. Просто вы заходите в поворот, дарите тапку в пол, она идёт занос. Но, чтобы, если вы там не хотите, чтобы так вас таскало по всей дороге, дрифтить, просто включаете режим комфорт, включаете стабилизацию, и всё. и машина становится так сказать, гражданской, комфортной. И ничего мешать не будет. Вот даже я вот здесь езжу постоянно. Смотрите, просто вы её раскачиваете, она валит боком. Серьёзно, да, конечно, тут надо поаккуратнее, потому что столбы, отбойники. Но, видите, на ней вообще легко боком валить. Просто на изи. Я считаю, это, блин, наверное, самая ещё и лучшая тачка для дрифта здесь. Да, леги там, может, и по пище будет, я на ней не ездил, но на этой тачке реально очень приятно и легко дрифтить. Ну, если там прикататься к ней, как бы, я владею в ней больше, чем месяц, и, блин, просто я никогда не было желания, даже мысли, её продать. Серьёзно. Потому что тачка реально годная, и, блин, эмоции от неё просто бешеные. Не знаю, может, там некоторые мне не будут верить, но, если вы можете там в игре меня встретить, я вам дам прокатиться, вы сами во всём убедитесь. То, что тачка реально достойная, очень достойная. Да, я не спорю, я не ездил на всех машинах на сервере, но, блин, то, что даёт эта тачка, мне этого достаточно, реально. Я не думаю, что такая эта тачка ещё так дрифтит. Серьёзно, блин. потому, что реально, ну, и разгон у неё хороший, блин, ну, реально всё у неё хорошо. Цена приемлемая, приемлемая, в принципе, средненькая такая. Оп. Это нормально, я с собой ремку купил, поэтому всё нормально. Хуя себе газелиз, блядь. Убийца. Так, давайте бочком дадим. Реально, блин, я на ней боком только так, я на ней тупо, ну, два дня, где-то, ну, по три часа играл и тупо на ней дрифтил всё это время, понимаете? Тупо всё это время дрифтил. Потому, что это реально был такой кайф. Ну, до сих пор это кайф. В принципе. Тупо заходил на сервак, чтобы подрифтить, пацаны, на этой машине. Ну, реально, блин. Потому, что тачка реально уходная. Просто бочком, смотрите, бочком, бочком идёт. Вообще, спокойно причём, просто спокойно. Оп. И в поворот заходим. Ну, и тут нас развернуло, конечно же. Но, это норма. Ой. Чуваку, сори. Э, сори. Так, тут у нас полицейский, ёпта. Хуй, мусорам там все дела, да. Так, вон ещё. Ну, реально, блин, берите камри, пацаны. Тем более, это камри, ну, не знаю, сколько струк будет стоить там в тюнинге, допустим, да, в том же. Я думаю, ну, где-то 1,5, я думаю, максимум. Они будут стоить в тюнинге полном, даже, наверное. 1,5, где-то так. Но, блин, эта тачка того стоит. Тем более, ну, эта камри, она всегда есть в наличии в автослоне. Постоянно есть. Поэтому, если вы решите её купить, она всегда вас ждёт. как же на боком валит, блин. Это просто кайф. Просто кайф, пацаны. Я думаю, мне удалось вам доказать, что это самая охренная тачка на сервере. В принципе, возможно, нет. Ставьте обетные лайки и ждите новых серий. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok